Не пытайтесь повторить увиденное на экране. Все трюки выполнены профессиональными фантазерами. Встречайте Форсаж 9 или в оригинале F9. Ну пусть хоть что-то будет новым. Посмотрим. Домик и его girlfriend с детем грезят о счастливой семейной жизни, но мир снова в опасности. Казалось бы, после восьми Форсажей парням пора бы завязать, но они снова делают это, снова в последний раз. Но теперь все будет по-другому. Холодильник закрыть забыли. Опять мир спасать. Опять мне. На этот раз мыгозлодеем оказывается... Брат Доминик. Вот это поворот, братик. Восемь фильмов Доминик выпендривает со своей любовью к семье и ни разу не упомянул о брате. Навевает на мысль, что сюжеты саги основаны на фанфиках пубертатных задротов. Банда Доминика находит некое устройство ОРС, которое может контролировать все системы вооружения мира. Как? Да какая разница? А дальше гонки по ухоженным джунглям, три по разваливающимся висячему мосту, перелет через пропасть на машине с помощью троса. Откуда Доминик знал, что это сработает? Да ведь он опытный стритрейсер и главный герой. Правильно, да. К тому же, если Альберт Эйнштейн открыл теорет относительности, то Доминик Торетто ее закрыл. И вот ОРС оказывается в руках суперзлодеев, и стритрейсеры должны сбить спутник. И сделать они это могут только физически. На помощь приходят ребята из токийского дрифта. Они теперь строят ракеты. Как? Ну ведь они опытные стритрейсеры. Они приделывают ракету к машине и летят в космос. Как говорит один из персонажей, это физика. Тут расчеты не важны. Ну конечно. Это сколько самомнения нужно, чтобы вписать такую реплику. В космосе к ним подлетают стражи галактики. Из корабля выходит Квилл и такой Грут, мы искали тебя. И виндитель такой Я есть Грут. Вот этот шляпный базар для чего нам сейчас? Шутка, шутка, шутка. Это будет в следующей части. Короче, это не худшая часть саги, но советую подождать, пока выйдут все серии, и посмотреть сезон полностью. Как опытные стритрейсеры. Естественно, на системе. Слышали, вам всем требуется немножко любви.